Ну и взять Леона сейчас, хорошему, против Эмбера. А опять Леона? Ну, а чё? Хороший герой. Видим Эмбера, берем Леона, правильно, Егор? Ну, тут и Эмбер, и Тусик, он же накатывается, и можно оба всю команду подстанет. И как будто Рэвидж. Здорово. Рэвидж сильный скилл, сильный. А когда Рэвиджа колдаун, 11 секунд, он становится сильнее в примерно 15 раз. Рэвидж только Курок умеет делать. И Иван. И Иван. Но Иван на Тейдхантере, а Рэвидж на... А Куроке на Леоне. Да? Вы так на меня смотрите, как будто ждет от меня. Мы ждем обобрения наших слов от ведущего. Я, конечно... Ты как фильтр для нас. Я одобряю любое твое слово, и не только слово, Егор. Поэтому... Говори, что хочешь. Говори, что думаешь. Спасибо. Хотя нет, что думаешь, не надо говорить. Почему? Ну... Расскажи про жирафа людям. Не надо. Остановимся на... Кстати, Лишрак, он на жирафа похож. У него гола, как у жирафа. У него ушки, рожки и голова. Это к тому, что Ньюби Янг пикнули Лишрака. Очень удивительно вообще. Да. Это действительно удивительно. Мы не видели этого героя 10 тысяч лет уже. Интересно, на какую позицию? Керри, Керри. Ну, это Керри, конечно. Мне кажется, это вообще будет дабла лишь Шракон Дайм в Лофлейне, потому что, по крайней мере, в старом патче в мабе такое очень часто практиковали. Но он все равно через молнию был. Ну, что-то слабовато по Дизейблу. А что, ну, на месте Ньюби Янг... Какой там, думаешь, 50-100-150-200? Да. Именно так. Очень маленький, да. Просто тут Эмбер и Темпларка. Их надо чем-то останавливать. А у вас из станов остается Шейкер и Стан Лишрака, который... Диаболик там сбивает Refraction, там быстро убивает Темпларку. Сложно назвать это станом хорошим против этих героев. Диаболик сложно назвать хорошим станом против этих героев. Я про Стан Лишрака, Split Earth, говорю. Его сложно назвать хорошим станом против этих двух подвижных героев-оппонентов. А, конечно, там закатывается, а ты туда уже. Split Earth, Шейкер. Ну, Шейкер там тоже есть. И Split Earth есть. Еще играть. Шейкер. Минус Винтер Виверна от Cloud9. Думал, что это лишь врачок. Керри. Нет, какой Керри? Саппорт Лиш. Ну да, Керри. Не юбе что-то придумывать, потому что Эмбер пока очень... Ну, Эмбер неуловим. И Темпларка тоже достаточно неуловим. В смысле Эмбер неуловим? Два стана на 3 с половиной секунды. Нормальный это стан, но одного-две секунды, а другой полторы. Они замахиваются вот так долго поле, а нам другой руки... поднимают. За это время Эмбер все что угодно нажмет и вернется любым спелом. Пришел в смоке, фишуру положил, дал Split Earth. Ну да, ну так... А сколько смогов в игре? Можно это сделать? Или все смоке только на Эмбера будут ждать? Да нет, Серег. Это красиво звучит, но на практике такое произойдет один раз за игру максимум. Два. И аплодисменты будут. Два. И после второго снесут тупом. Какая четкая аналитика. Уже просто игру начали у нас аналитики расписывать, как все произойдет. На 38-й секунде. Теппларка идет верхнюю руну баунти контролировать, в свою очередь эсэ в другую пойдет. Возможно будет стычка, но побояться стычки. Стычка с руки будет получать. Стычки побоятся команды главной, потому что Undying все-таки это хороший герой для драк на руне. О, хороший герой у людей. Мы видели сегодня Никс Ассасином. Хорошо работал. Тут не поспоришь. Нет, не поспоришь. Или Шак Суферия. Никс его контрит. Или Шак Суферия. Никс его контрит. Прелестно. Ну, нужен какой-то типа леоноподобный человек. Леоноподобный человек. Да, леоноподобный леон. Нужен мне Бианг, чтобы ловить двух неуловимых. Вообще, конечно, был бы очень хорош Бистмастер, если бы он оставался, но не сами его забанили первым баном. Нужно ловить. Если вы неуловимых не ловите, они вас убивают. А мы поставили на Нью Бианг 2.0, так что будьте добры и законтрите. Иначе мы будем недовольны. Ну, вообще, да, леон хорошо здесь. Люк дает и от Джекероса. Это герой, который не ловит неуловимых. Смотри, Джекерос с Еулом может быть. Кладешь фишуру. И Смака. И с того самого. Литр и Джекероса, да. Литр и потом Джекероса. Айс Пэт. О, Розор. Розор. Это вообще самый ловящий герой. Он, воп, она сосет. Сосет и не хочет уходить оттуда. В общем, да. Одинаково. Короче, неуловимые герои выиграют, скорее всего, и очень жаль. Клауд Найн против Ньюби Янг, проигравший, покидает групповой этап, оставаясь в нижней сетке. Боже, я сам запутался. В нижней сетке на мейн-эвенте попадают. В нижней сетке на мейн-эвенте. Ну, а мы смотрим этот матч и передаем слово нашим комментаторам. Да, спасибо, Иван. Не теряйся, все будет хорошо. В общем-то, действительно, Ньюби Янг, Клауд Найн, с вами Версута и Каспер. И мы начинаем потихонечку смотреть эту игру. Игрулечку. Игрулечка, надеюсь. Игрулечка, это уже... Игрулечки уже давным-давно позади. И там в опенхвалах. А здесь игры. Да, ну, что же, пики уже очень интересные. И меня в первую очередь смущает то, что у Ньюби Янг нет нормального фиксации. Фиксатора, это странно. Да, в последнее время вообще стало модно брать какие-то кирпец толковых фиксаторов. И проигрывать потом. Да, и проигрывать. Вот против Эмбера довольно грамотно отметил у нас главный аналитик Джотом. Вот. Не знаю почему главный, но просто аналитик Джотом. Сейчас другие аналитики обидятся. Да, все нормально, все нормально. Все у нас аналитики главные. Так вот, на самом деле шейкер пока там реально будет своей корягой замахиваться. Там 10 раз можно упрыгать. Так же, как и Лишрак тоже вряд ли успеет попасть своим станом. Поэтому по итогу Эмбер Спирит только от гангов может страдать. Вот смоу гангов, как уже отмечали. А вот именно в замесе там 5 на 5, когда будет не смоу ганг, и там уже Эмбер будет себя чувствовать вполне раскованно. Так, ну, вижен, вижен. По традиции, по дефолту я не могу нажать. Что за фигня? Почему я не нажимаю? Что у тебя не нажимаю? Ты на мини-карту не можешь нажать? Сегодня был такой баг. Мне надо реконектнуть. Майл, окажется, он произошел. Я не знаю, в чем дело. Да, ну, собственно, пока смотрим. Пока смотрим, чем у нас занимается Клоуд Найн. Ну, можно пока небольшое представление команд организовать. 14.37 будет играть нас на Дазли. Бракс. Темпларас. Сэн Ритсу на Эмбер Спирит. Сэн Ритсу на Эмбер Спирит. Не кликается? Не, все, все отлично. Все нормально? Замечательно, замечательно. Изи фикс. Да, и как прогнозировалось, стоят в карте вот эти два товарища. Никса не будут гнобить. Но, по сути, Никса сюда специально и поставили, чтобы особо пользы не было от того, что его гнобят. А вот этот Эмбер Спирит сопи против Розорчика. Розорчику будет непросто. Но пока Розор еще и наоборот умудряется бузить. На первом там уровне, да, возможно, у него еще получится это сделать. Но когда тут ребят возьмут лвла 2, у Розора начнутся серьезные проблемы. Потому что будет вкатывание шарды, будет подхил яд, и будет, естественно, Эмбер с чайнами какими-то условными. Ну вот, например, уже на Джаджу напали на топе, уже начинают его убивать. И едва не лишили его жизни. Слушай, остается у него все это 150 хп. Очень мало. Это тапочек, который он себе заранее предусмотрительно купил. В общем-то, и спасает ситуацию. СФчик на линии, ну-ка, 5-2. Здесь у нас 3-2. Да, СФчику поначалу тяжело. Приходится. Ну, Темпларка, кстати, она тоже, как и СФ, с течением времени становится мощнее и мощнее. Так что СФчику ненамного проще будет ласхидить, но чисто рейзык, как бы, дело такое. Не, ну вообще, СФ уже стартанул неплохо. То есть 8 добитых крипов дают ему уже приличное количество дэмэджа, так что старт, скажем, не заройнили ему ребята из Cloud9. Мне вот больше интересно с Жуксом вообще, как будут дела обстоять. МССа, в принципе, можно, в теории, убить, если Никс допустит ошибку и немного подставится, потому что, как бы, молния старт, от этого никто не застрахован. Но вот сейчас замечательный МПЛ откинул МСС. Хотя... Вот они, карапасики, но на самом деле поддизейблило неплохо, но дэмэджа пока не хватает. Вот еще бы дикей какие-то, бы, ухватить. Прожать, а он съел, да? Съел манго и прожал эту дикей, отлично. Просто... Кажется, играно. Тем временем в топе. Нападение. И поехали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не очень хорошо получилось здесь, конечно, эту сфару. Закинут из шарды, дерется до последнего, товарищ Разорчик, и погибает здесь. Ну вот, вторая лвла. Вторая лвла получили, ребята, и сразу же нападение. Очень правильно все сделали Клоуд Найн. Очень хорошо понимают силу своих героев. Шейкер. Дмит выходит. Перекроет ли дорогу. Да, перекрывает. Но вот СФ не подтянулся вовремя, и поэтому Бларк просто отсюда убегает. Хотя вроде как у нее ничего нет. Слушай, а тут еще и зомбачок идет. Идет на перехват курьера, он просто его бьет. Боже, как вообще все складывается. Как же очень плохо. Семь сотен голды. Мы понимаем, что за семь сотен там явно был бутыль. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, Бларк тут, конечно, полность прогоняют с линии. Если он сейчас еще погибнет, это будет, конечно, тотальный провал. Контролит своими иллюзиями. Пытается, конечно, здесь мистер Смайлик сделать максимальный КПД. Слушай, сейчас выйдут крипы, будет Сол Рип, он просто убьет ее. А-а, пять. Там молнии! Да ладно, молнии, велишрачок достает. Вот, что вообще происходит, Леби Янг? Как же они тут... Ну, это реально очень-очень ключевой такой важный момент, который произошел в игре. И... Там Дазл сейчас еще умрет в центре. Его могут просто идти и по пути убить случайно. Опять же, случайно. Вот, знаешь, такой круиз по карте устроил Зомбак. Там кого-то убил, там кого-то напряг. Самый главный спирит убил. Так, Лебший, еще и Ember Spirit убивает. Что происходит вообще? Пока не совсем понятно, что происходит. Происходит то, что игра сыпется у клоудов. Прямо просто сыпется на месте. Ну, знаешь, вот, когда появилась вообще эта команда Cloud9, тут у нас были коллективы CIS Rejects, а это NA Rejects, потому что тут тоже собраны практически все ребята, которые когда-то играли за хорошие коллективы, но которые оттуда пропали... Лишрачка могут взять. Да, должны его забивать. Могут его взять в наглое нападение. Подцепили Ember Spirit. Откидывается станом, пытается монсовать. Есть телепорт, есть молния. Много дема-джа нанесло. Есть Грейв, который Тоскара немного спасает, но это, походу... А, нет, спас. Спас, 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 да. Самое главное, Лишрак еще каким-то образом... Блин, я не знаю, что происходит. Я не знаю, как, во-первых, тут выжил Лишрак. Ну, понятно, что уровни маленькие пока еще у Cloud9, и поэтому не получилось его здесь забрать. Но... Блин, это же Лишрак. Лишрак, которого даже маны не было, Арканы прижимает, и ему хватило на станчик с молнией. А это, в свою очередь, походу, прервало действие Флэмгуарда, и в итоге... Ну, то нейтралом пошел, отдался Тосик. И в итоге Флэмгуард прервался, и убить уже тупо демеджа не хватило. Ну, да, потому что без горения уже тяжеловато. Ну, подсказывают, что с Дазлом не идет игра вообще у Cloud9. 6 поражений из 8 матчей. Это реально очень много. Потому что герой... Какова вообще статистика, в принципе, у Cloud9? Просто как бы тоже интересно, потому что... Может, с Дазлом у них вполне неплохой винрейт? Вот так вот ты решил, да? Вот типа того. Совсем разуверился в этих ребятах? Ну, честно говоря, да. Мне тоже кажется, это далеко не самый сильный коллектив на этом турнире. Я вспоминаю позапрошлый International с МСС на антимагише с Теслатомом Божией. Я просто сгорел. Был, наверное, первый раз, когда действительно сгорел от того, какой этом билд вообще был у профессионального игрока, которому, естественно, лучше видно, но который почему-то не поехал в стадию плей-офф. Остался вне турнира. Ну, 23 победы, 20 поражений. Вполне неплохо. Вполне даже неплохо. Но, опять же, если речь идет об игре там где-то в своем регионе, то, да, у них там кроме ЕГЭ особо противников нет. Кстати, кстати, смотри, нападает тут на Разорчика. Замечательно вкатывается. Есть подхил. Но тут также есть Чины. Хорошая фиссурка. И Робот, просто ее оббегает и уходит. Беги, дорогой! Золотая фиссура, конечно, спасает ситуацию. Undying упетлял. Все упетляли. И вроде как... Остановка разрядилась немного. По-прежнему в миде просто идет фармежка. Вот один раз буквально зомбарь вышел. Там вообще что-то невероятное сотворил. Как будто вот реально заговоренный был зомби. Капец, вот этот мув, это пол игры сделал. ССФу как минимум. Да, СФ замечательно себя чувствует. У СФ нетворкс неплохой. Тампларка его не гнобит. Но, с другой стороны, и у Тампларки дела уже тоже стоят не слишком плохо. Там разница у них в 200 золота. Больше интересно в плане стаков вообще, как себя здесь чувствуют ребята. Тампларка, мы видим, отводит себе и Кэмп, большой ближний к базе. И также Эншента сама себе своими иллюзиями. Ну, возможно, дал брак кому-то контроль. Чтобы удобнее было этим заниматься. Может быть, а может быть, он просто мега ультра. Может быть, он задрот. Да, может быть, задрот такой потный. Аж течет. Так, тут Леша уже, кстати, сейчас уровень 7 будет. Четвертой молнии. Вот вроде бы демиджей немного, да, там подрезали урон. Основательно наставили две соточки. Там еще 50 на первом уровне. Как бы не скилл. Но кулдаун 4 секунды. Если драка длится условных секунд 12, то Лешрак просто овнит. Да, целей много. Кулдаун маленький. И перепрыгивает, конечно, он сейчас тоже не так жестко, как раньше, но тоже неплохо. Ну, замедление тоже достаточно неприятное. В общем, скилл в любом случае хороший, если Шерчок будет долго жить. Да, ну вот так же подсказывает, что у Cloud9 связка ТА Эмбер весьма налажива. Хорошо, потому что три раза из четырех они победили. Так, на топ у нас кто-то пролетает. Здесь вкатываются в опять Разора. Разора прям ультра жестко хейтят. Клоуда везде и повсюду его щемят. Это прям у них цель номер один. Вообще, конечно, это правильно. Потому что если Разора вначале щемить, не давать ему иметь доминацию какую-то в игре, то он потом просто теряет в принципе, теряется в принципе по игре. Ну, тяжело фармить этому герою. У него нет никаких там серьезных АОЕ, которыми он мог бы фармить там огромные пачки крипов. Плазмофилд, конечно, вроде бы неплох. Да, там 370 урона. Можно пытаться как-то это обузить, но все равно. Вот СФ пришел, дал 3 кайла, зафармил 50 рипл спаун и убежал. Все, на это время у него ушло 5 секунд и зафармил он там 300 золота, условно. Да, у Разора и в этом плане проблемы. И вообще, как бы, просто он на ранней стадии должен уже начинать что-то делать вместе с командой, нагнетать обстановку, ломать товара, убивать. Ну, вот он, 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 по линии. Вот с этого все начинается, то, что он прессует свою линию, заставляет туда кого-то перетянуть, потом еще к Разору, кто-то подходит за счет того, что Разор в принципе неплохой, там уже начинается прессинг, несут вышку, да, там деньги, 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 деньги. Ну, здесь у нас тоже идет такая фармежечка, тимфарм, молнии, фиссуры, плазмафилды, всем по чуть-чуть досталось. Все это дело мог СФ за, там, три рейза, да, зафармить? Ну да. Толпа целая фармила. Довольно забавно, конечно. Чую нерф СФа с шеллорейзами по крипам. Кстати, да, это было бы неплохо, потому что они реально по крипам, ну, три рейза, ты тысячу урона имеешь. Ну да, ты реально носишь, там, 975 дэмэджа, это очень много. За 200, там, с лихом маны. Да, 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 ну, возможно, действительно будет просто какой-то нерф, там, 50% по крипам, например, да, или что-то типа того. Ну, как вот у Фистов Эмберспирта, у него есть такой штраф, потому что так бы тоже была МБА долбанная. Раньше ж не было, была МБА, сейчас уже. Угу. Потом убрали это. Так, бегает у нас Никс Ассасин в Вендетте, никого не находит. Развортом Дазла тоже прогнал нормально, дэмэджи насосал. Где вообще этот Жукс Ассасин? Вот он носится. Заканчивается действие Вендетты, и, кажется, его спалили здесь. Ну да, 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 вот под Вордом он теперь бегает. Все, увидели, куда отправляется Жукс. Ну, вообще, очень серьезная засада на миде, причем не особо-то клоуд-найной шифруются. В наглую вообще забегают, ставится трэп за вышку. Достаточно раскрепощенно себя чувствует в клоуда, при том, что пока ситуация не совсем для них хорошая, хотя графики... Ну, 2000 золота и почти 2000 икс вы преимущество у Нью-Би-Янка. В лесу Никс опять активировал Вендетту, видит Шейкера. Не самый приятный герой, конечно, Никс для Шейкера. Ну да, с анимациями с плов, у Шейкера Никс вообще контрит просто на корню. Кстати, вкатился тут карту, ой, 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 ой. И Тусик просто моментально погибает, Тимоти вообще его не поддержали. Ошибка, ошибка, недопонимание какое-то в команде, потому что он реально вкатился абсолютно сам, никто даже не дергнулся в его сторону. Ммм, а Никс перетягивается в топ, по-моему, с Вендеттой ударить он успевает, да, так и есть, но вопрос хочет ли. Стоит Вард, видно Никс Ассина, ударил, думаю, что у него немножко пососали и все. Ну и как-то прям совсем непонятно, этот Никс уже второй раз ввезет Вендетта, второй раз ничего не происходит. Шардами слегка под булочили СФ, но в очередной раз на него не нападают. Ультра осторожно играть начали Клоуда, даже несмотря на то, что хочет нападать Тусик. Да, вроде бы и быкуют, но пока не получается продавить и с такой игрой что же у нас произойдет? Нужно пока подумать. Есть СФ, есть Разорчик, окей, Лешрак вроде тоже себе неплохо чувствует, но, честно, Тампларк с Эмбером выглядит как хардкерри, мне кажется, чуть более перспективно. Но, с другой стороны, у Ньюби Ян достаточно хаотичный замес. То есть, и есть Тамба, и есть Леший, который горит. Ой, ты смотри, сколько много стаков Тампларка сделала. В 12-й это минуте, если сейчас это получится зафармить и никак не помешает Ньюби, Бракс будет ломать кабинеты. Быстрый дезолятор, после этого быстрый даггер. Ну да, либо наоборот. Да, либо наоборот, да, тоже как вариант. По-разному делаю. Такой Лешрак, он, в принципе, штопается за два удара. Вот Дазла штопнули. Вот это тоже, да. За два удара. Просто поймал фиссуру, два кайла и умер. Ты смотри, ShadowBD4 будет делать СФ? Лайка папчик. Ну, судя по ShadowBD4, да. Геймерки, такой боба. Съели. Не папчик. Еще хуже. Еще хуже, чем папчики. У нас попадение на Разора на топе. Подгорел его немножечко Эмбер Спирит, но Разор очень вовремя подрубает статиклинг, и поэтому мы вынуждены убегать им СС вместе с Ритцу. Ну и опять же, хорошая реакция у Ньюби. Моментально они подключаются к защите своего Разора и заодно пропушат вышку на топе, сейчас заработают еще немного денег. Да, Тауэр начинает прессинговать, и дефить тут особо-то и нечем, в общем-то. Не особо говорят желанием. Эмберг горит на крипов, сжигает их, прилетает сюда все-таки Туск, может быть, он и хочет подефить. Ну вот я не знаю, потому что вкатывающийся Туск это очень хорошая мишень для Шейкера, для Лешего, вообще для кого угодно, для любого героя с медленным статом. Да, здесь без вариантов. В общем, если вы не собираетесь дефить, а клоуды не собираются дефить, да, что вы тут делаете? Формите, стакайте, что-то делаете, приносите пользу. Ну да, то есть сплит пушьте. Вот, например, только что было внизу там два героя клоудов. В итоге один ушел в лес, второй просто где-то потерялся. И сами могли попытаться подпушить немножко Тауэр, там 600 хп всего у вышки остается на нижней линии у Дайровской. То есть где все эти сплит пуши? Ну это тоже уже кучу раз обсуждали, но многие команды... Вот сегодня, кстати, был один яркий пример, там, кажется, конец игры потом наступил, когда внизу SF пытался, я не знаю, то ли защитить, то ли заденать свой Тауэр. Это было такое булкомятие неадекватное. Когда спектрата было? Да, 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 да. Ну да, вот этот момент тоже был одним из ключевых, потому что если бы там эти ребята не нафитонили, то может быть спектра бы что-то и сделала. Ну и Клокерх там тоже поработал знатно. Ну в общем, 2-5, 15 минут, это только первая карта. Это еще даже не вторая. Если на первой карте так вот ребята прям сжались, сжались и не хотят ошибаться, прям все-все-все ультра-ультра осторожно. Я представляю, что будет второй. Тут нужно немножко сконцентрироваться и начинать уже давить, потому что понимание мощности лейта противника у них должно присутствовать, то что все-таки этот эмбер, его лучше не отпускать. А, под смоками на Рошана. Ну хорошо, это какие-то активные действия. Это всегда только плюс идет. Слорка вовремя сбривает Тауэр и здравствуй, дезолятор. Да, боже мой, ты смотри, 16 минуты дезолятор. О, мой бог. Какого-нибудь Лешаракво она сейчас просто половину лица откусит. Смелда, может быть, и все лицо откусит. Но тут 870 хп. Смелда армору идет в деке минус вместе с дезольт. Смелда дополнительных 200 урона, плюс у него сейчас будет где-то рефракшн активируя 200 и еще дезольт там полтинник. Короче, реально может с одного удара убить. Почти с одного. Умирает Леший, если смелда удар будет именно. Ну, вот сейчас поглядим. Я думаю, в ближайшем будущем нас ждет этот эксперимент. Ну, вот говорят, что я на турнире у Артайнга 7-2. Ну, просто очень неудобный герой. Опять же, слишком много хаоса в драке он устраивает. Да, и команда умудряется пикать его именно тогда, когда он реально хорош. Пикиникс дает разведку. Эмберспирид оцепанули, у Эмберспирид о щит. Ну, вот те самые станы, которых не хватило. А уже даже сейчас не хватает. А это 16-ая минута, Эмберспирид еще достаточно тощий. Ну да, он бомж на самом деле. У него только тревога тут. Никс заходит, виндетта, хорошо копает. Сейчас будет тычка, и Смелда. А, 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 не Смелда. Но в любом случае, получается, сделать враг, Темпларочка. Темпларочка поплатилась, конечно, за то, что не Смелда ударила. В итоге не смогла забрать еще и Андайинга. А тут у нас драка продолжается. Пытается убежать Никс. Да, за МСС гонится. Ой, из Инвизитом. Какая плюха на три сотки-то вылетела. Очень больно. Ну вот, да, если бы Темпларка одну тычку сэкономила, она бы, скорее всего, еще и Андайинга смогла добить. Она бы не одну тычку сэкономила, она бы сэкономила две тычки. Потому что Смелда, он бы сразу приговорил. И потом бы уже просто бил бы Андайинга. Ну, как минимум, Андайинга бы она еще успела убить. Ну, да, 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 это почти 100%. Я с тобой соглашусь. Ну, потому что пока еще, видишь, левел не такой большой. Ну, и Пси Блейдс, да. Да, Пси Блейдс, поэтому рейдж. Такое тоже винить, как бы. Нет никакого смысла, немножко ошибся. Ну, надо быть пособранней, конечно же, если ты собираешься побеждать. На ранней стадии что-то такое. Дотана игра. Тем более, тем более, уже один момент был, да, с убитым курьером, потом сам фитанул, а в это время Сэф там стоял и тупо припармил. То есть ты камбэкнул в игру за счет стаков, а по факту за счет стаков ты должен был вырваться далеко вперед. За счет стаков Эншент. Ты же видел, сколько там было. Он должен был, по сути, перегонять сейчас по Нетворцу где-то на 2000 минимум. А он еще и даже немного отстает. Ну, темпу малость, темп ларки не хватило в начале. Ну, вот СФ. В СФ появляется пояс силы, то есть что это будет... Погоди. Силы? А что с ним можно сделать? Сильверейдж с ним можно сделать. А-а-а. А зачем? Сильверейдж? Ну, не факт, что он будет делать Сильверейдж, можно просто Сашу Яшу себе сделает. Не, ну, может, может быть. То есть я не спорю, но это как бы... Сильверейдж вообще нафиг не нужно. В этой игре он действительно абсолютно не нужен. У меня уже несколько бы что-либо сбивать. Ну, разница просто Сильверейдж чисто как Гуи Айтоп, который дает статы и все. Ну, типа, не знаю. Ну, это, конечно, туповато. Ну, типа, он еще урон понижает неплохо, там, на 40%, но мне кажется, пока это вот не стоит того, чтобы покупать это самое Сильверейдж. Согласен, согласен. Вообще против Тепларки, если ультануть, еще и тычку Сильверейдж, она вообще перестанет дамажить. Вообще будет она дамажить? Вообще-то как бы Refraction всегда дает ей урон, не важно, что там на нее кастует, и Melt. Но дело такое. Но минутик 30, там 80 дамажа с Refraction, а они уже будут не так актуальны. Ну, ладненько, вот этот паблик Shadowfin с Shadowblade пока заходит нормально, 2-0-1 у него, все в порядке, и уже Т-3 Tower. Ну, слушай, как-то совсем быстренько до него добрались, 19 минут всего. 19 минут ровно, а уже первые тычки по вышке были нанесены. Посмотри, через Рейзы и через Плазмофил забирают крипов, тут Брак сплитит. Вот, наконец-то, Фларка делает все правильно, то есть просто идет сплит. Хотя убежать от Разора очень тяжело, да, и... Да, там еще кому-то телепорт сбили, или что? А, тут убили SF, выбили его реинкарнацию, убивают его второй раз. Ого! А что, он же один сделал? А он, походу, юзал телепорт на топ, а ему телепорт сбили, а тиммайты уже убежали. Блин, это классно. Стандартное профессиональное отступление игроков. Классно юзать телепорт под вражеской базой-то. Ну, ладно, не доглядели тут немножко. SF тоже не доглядел. У Шекера сейчас даггер будет. Би 100 монет, у Шекера даггер. А у Эмбера травола, персик. Так, ну, в общем... В общем, у Эмбера тут все складывается очень даже по таймингам. Учитывая, как вообще, в принципе, идет игра. Очень даже хорошо. 0-1-2, Эмбер Спирит. Он не фармил ни стаки, ничего. Он тупо за счет собственного фарма делает шмоточки. Но вот, да, тот самый даггер на Шекере. И нужно финишить этих ребят, иначе потом ты просто не сможешь. Ну, вообще можно. Сейчас с этим блинком можно попробовать и зафинишить. Тем более, что команда Cloud9 вряд ли ожидает этот блинг даггер на ЕСе. Тем более, ну, относительно рано, да, там 20-ая минута на бомжа Шекере, который почти ничего не фармил. Но в итоге МРР сейчас может, в принципе, стать главным оружием команды Ньюбиян. Мррр. Мррр. Может, за ушком чешут, значит, так мррр. Кайфует. Ну, вот надо сейчас врываться, убивать какого-нибудь... Ну, если, конечно, убьют Темпларка, это вообще будет супер, но какого-нибудь Эмбер Спирита было бы тоже неплохо. Так, ну, походу, они хотят и такие убить Темпларочку. А, надо герал, да. И Шекер дает их от Слэн. Такой себе, конечно, получился. Никса Сассиан проседает очень плотно, но убегает. А куда идут драться сейчас с Cloud9? У них нет ни урона, ни ничего. Темпларка единственный герой, который может как-то дамажить, но ее уже высосали полностью. Бракса убивают 274 подачи флан-разора. Суицидеры редкостные сейчас ребята из Cloud9. Просто пошли, реально отдались. У вас Темпларка ушла с даггера. Зачем? Зачем было идти? Сорви голова в виде Тускара. Ну, ладно. С ним все уже давно понятно. Там Йола вот это. С ним уже давно понятно. Ладно, он умер. Но вы-то чего? Вы же ж нормальные люди. Вы-то куда лезете? Первое правило Паба. Не спасай Тускара. Все. Достаточно, конечно, гернила. А ведь так хорошо, по идее, все складывалось. Ведь Эмбер Спирит-то почти доделал свой БФ. Потерпите его еще буквально чуть-чуть. С БФ у Эмбер Спирита можно фистами дефать достаточно долго. Потому что у Ньюби, по сути, убить нечем. Сапнуть только если шейки. Ну, а если ты на базе дефаешься, то это сделать будет проблематично. Темпларочка там тоже, как мы видели, ее убить не могут. Она успевает с даггера уйти, а там и БКБ появится. И подавно ее уже убить не смогут. Она сможет вообще свободно сплитать. И все, игра идет, идет и идет. Плюс там всегда есть даззл с грейвом на базе. Если ты там вдруг даже Эмбером подставишься, на тебя всегда повесят грейв, и ты всегда сможешь ускакать на ремнант свой. Иными словами, тебе нужно просто играть от дефа и не высовываться. Ну да, подфиживать ни в коем случае нельзя. А тут как раз и произошел такой тактический, а вернее совсем не тактический фит. Потому что шейкер получил еще там немного уровня. Когда шейкер станет 11-го, все будет совсем плохо. Потому что с его-то дэмэджем всякие там Даззла, Никса, Темпларки. Если вдруг Темпларка что-то там не стоит нажать будет. Никса Сасси врывается, дает стан на Берн. Ну да, тут такая интересная фиссура. Просто, видимо, чтобы не подошли к СФу. Ну ладно. Если БСФ реально сделал Сию. Ну тут какой-то не совсем понятный билд, конечно, с этим Шадоу Блэйдом. Шадоу Блэйд, он поначалу кажется, типа, вот, вполне неплохой айтем, посмотрите, что он с ним делает. А потом, когда ты уже... Ну, во-первых, ты его в один момент просто нафиг не нужен будет, потому что лишний слот занимает. А во-вторых, ты вот тут бегает, он по карте с этим Шадоу Блэйдом. Хоть раз его Шадоу Блэйд как-то спас, помог кого-то убить или что-то еще. Я думаю, он Жука тогда убил. Ну, хотя он и так-то убил. Ну, в любой другой айтем за 3000 я думаю, помог бы убить Жука. Рудов Антос, например. Не, ну, понятное дело, что мы имеем в виду какие-то БКБшки там в замесах. Тот же БКБ, например, да, в случае, когда его один раз убили, он бы прожал БКБ и ушел бы. БКБ, конечно, не 3000 стоит, но близко к этому. Да, немного дороже, но это не принципиально важно. Конечно, это все, как и более. У Эмбер Спирита тоже, кстати, достаточно быстрый БФ. Да, 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 да. Несмотря на то, что постоянно вот какие-то фейлы, косяки, Эмбер Спирит делает все достаточно таки по таймингам. То есть, морточки. И это огромный плюс, конечно же. Ну вот, и Ньюбиян должны еще раз, напоминаем, понимать, что им нужно продолжать давить. Вот, Ахослайм у Шейкера есть, видит Риццо, Шейкер. Здравствуй, дорогой. Как свои делишечки? Нюкс такой мини-ревич выдает, но сразу вендетту и драпать. Сразу тамба, и изо рта там золото посыпалось, что за фигня. Что-то я обращал внимание на эту анимацию. Да, она очень миленько выглядит. Вливануть золотом. Отлично. А Тэпларка тем временем кто-то? Вот на прошлом интернешнале. Так, ну опять заходит на хайграунд, вернее подходит к нему, и начинают. Пуш-тауэр, потом Пларка что-то трэпу поставила, и все испугались. А что вы все испугались-то? Эмбера не будет еще 20 секунд, а Шейкер, кстати, вообще ушел. Почему-то. Чувак, что произошло? Я что-то совсем ничего не понял. Парни подошли, дали по две тычки. И просто разбежались. Рано. Они подумали, что есть Рошан. Зачем, как бы... А, ну, в принципе, с Рошаном, да, с Рошаном можно пока пообщаться. Ну, потому что можно сдохнуть здесь, потом на Рошане не получится подраться, так как все сидят в таверне. Если сейчас заберут Рошана и пойду дальше давить, то тогда окей. Доминатор УСВ, все, будет теперь точно доминировать. Ну, Леширочок. Ну, по-прежнему, у Леширока проблема с Ромором, но пока до него особо не добираются, поэтому вполне нормально. Да, тут пока есть просто другие персонажи. Тут вот Разор с СФом очень много на себя внимания агрят. И они являются основной целью. А Лешир там, что, кидает свои молнии, там Диаболики подрубил, что-то побегал. Может быть, стандарь даст. Может быть, даже попадет. Может, вообще будет нужен в своей команде. Ну, и вот захват на Рошана. Тут, правда, Сигильчик висит. Да, ломают Сигил. И понимает, что, да, что там убивает Сарашан, поэтому и снизу там Даззл позволяет себе выйти с базы. И в топе такой прессинг идет небольшой. Ну, я не думаю, что есть смысл переживать вообще Ньюбиянг. По зданиям здесь урона почти нет, если нет Темпларки, конечно же. А Темпларка пока в лесу фармит. Как только они видят Темпларку, бьющую их здание, тогда можно начинать переживать. А вот это интересненько, интересненько. Что именно? БКБшка скоро будет. Ну, БКБшка это сильно. За БКБ она того же Лешрака просто Райт-кликом убьет. Да, ну, Мод все Лешрак да Лешрак. А на самом деле, пока она какого-нибудь того же Лешрака штопает, там Разор всасывается в нее, и воевать совсем становится некомфортно. Ну да, в Темпларке очень сильно ограничен ресурс времени, потому что у нее есть буквально 3-4 секунды для убийства первого персонажа, потому что потом Разор ее высосет полностью. Высосет полностью. Плюс эти зомбари, постоянно поедающие тебя со всех сторон, замедляющие. Это очень неприятно. А Тамбу хрен чем сломаешь. Это очень-очень сильная проблемка. Ну, кстати, да, вот этот момент с Тамбой тоже немного неприятный, потому что Эмбер милишник, Джук милишник, Туск милишник. Вот, кстати, насчет Эмбера, если, в принципе, эти сплэши по идее должен от них подходить, по идее. Я, кстати, не знаю на 100%, как это действует, что по ним же ты урона-то, по сути, не наносишь, ты их просто... Ну, типа заряд. Да, да, заряд. Вроде как и по идее должен идти жесткий сплэш, а вроде как и непонятно, поэтому будем смотреть. Если вдруг тот, вокруг кого зомбарей куча, в секунду сдохнет от сплэша, то это будет весело. Будет очень-очень весело. Но посмотрим. Так, ну, Рицу уходит пока на базу, немножко подзатарится. Там графики-то давай посмотрим. Ну, вот по графикам вроде 4-10 счета, по графикам не все так плохо. Конечно, проблематично. 27-ая минута получается 5000 где-то. Ну, это не супер много, а по XP таки вовсе нулевая от мэточка. Мэточка. Бкб теперь есть у темпларки. Еще и 1300 сверху, то есть практически есть байбэ. Попытка... А, вот это интересный мэлт. Очень интересный мэлт. Сейчас Шейки, что ли, сюда должен зайти? Да ну ладно, да ну ладно, да ну... Да ты, 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 ты демон какой-то. Ты шо, демон? Ты демон? Бам! Он реально демон? Бам! Он просто демон. Да, и тпа вот отсюда. Хотя, на самом деле, мог и не уходить. Как? По руке кто-то точно нагадал в перерыве. Говорит, обалдеть! На нижнюю линию придешь, шейкера найдешь. Вот эти ролики, вот эти вот, видел, где темпларка уходит в мэлт и ждет, типа, знаешь, чтобы два мэлта подряд дать кому-то. И ждет, пока кто-то придет. И там просто день, ночь, день, ночь. Да, 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 вот это там 20 минут прошло, пробегает мимо ЦМка, с гемом, кидает колбу и убегает. Это провал, реально, такое, ты раз что должен такое делать, чтобы хотя бы раз у тебя проперло. А этот тупо сел в инвиз. Что? Ну, на самом деле, да, действительно, какая-то халява. Скоро куда-то нашел, чем-то приманил. Супер момент. Заходит сейчас убивать Бракса, но Бракс тоже отсюда уходит с блинка. Ну, в общем, пока то, что делает Cloud9 достаточно понятно и достаточно логично. То есть сплитит по всевозможным направлениям. Тепларка достаточно мобильная со своим блинком. Пошла там на центр, пошла на топ, ушла с топа, опять вернется, может быть, в мидл. Эмбер Спирит со своими травулами тоже хорошо подфармливает. У него уже 2 800. Так что Нью-Би-Янг сейчас рискует проиграть этот матч. Ну, эту карту, по крайней мере. Да. Очень долго они гуляют. Забрали-то в Рошана, еще что-то сделали. Где плоды ваши работают? Ну, вот этим и отличаются. Сильные команды от слабых. То, что ты набираешь преимущество, ты имеешь определенную мощь, но ты не реализуешь. И даешь своему противнику, имеющему более сильный потенциал в лейте, раскрыться. Так что это очень плохо. Это огромный-огромный минус таких команд. Ну, вот поэтому, если мы зайдем речь о действительно сильных коллективах, коллективах, я не знаю, допустим, там ЕГЭ или Сикрет, то у них зачастую скорость принятия решений вообще любых. Идем, убьем того, идем, заберем это, идем, подпушим, идем, не деремся, чуть дофармим. У них просто молниеносная эта скорость. И за счет этого они как раз и выигрывают. Потому что сейчас, я думаю, ЕГЭ уже бы ломали вторую сторону. Имея Эггис на руках и таких мощных героев запакованных. Да, так и есть. А тут уже Эмбер Спирит выдвигается в какие-то, не знаю... Ну, у Эмбера там сейчас уже что-то не Дейдалус есть. Да, Дейдалус, либо второй БФ. Ну, скорее всего, Дейдалус будет себе, конечно, какой-то фармить. Дейдалус будет очень неплох здесь. Кристаллис, он уже мог себе взять. Ему, в принципе, хватит даже на байбек еще. Ну да. Может, он хочет... А что он может хотеть? Может быть, ждет появление какого-то специфического артефакта у Шадоу Финда. Да, допустим, Баттерфляя и хочет МКБ. А, ну, может быть, да. Вполне такое. Поэтому, возможно, не хочет тратить первые деньги свои большие. И как только увидит какой-то талисман ворота условный... Ну, может, он просто хочет начать с Дем... Вообще, тогда можно всегда просто начать с Деменеджера. С Деменеджера, да. Просто урон получить небольшой. А там уже посмотреть то, как и почему. Да, приобретается... А, подожди, Ультимейтор берет себе. Ты что, серьезно? Да ладно, ну, не надо. Ультимейтор, ну, это вообще какая-то... Какая-то реально... Да, вот Бракс добирается в виде МНедж, а Эмбер Спирит берет Ультимейтор. Ну, может, они немножко роли распределили. Типа, Эмбер будет просто жить, просто байтить на себя. Да, тут при любых хитемах Эмбер не тот герой. К сожалению. Но только если ты купишь ему Сатаник, Скади и Манту. Тогда, да, тогда он будет такой танковый. Нет, не танковый, а именно мансящий. То есть с Манта Стайлом тебя тяжело поймать, тебя там задебафать почти нереально. Ты моментально себя там сбрасываешь и продолжаешь прыгать. Так что, может быть, в Эд какой-то уклон сделали. Там опять темпларка на топе. Ну да, мне тоже не сильно нравится, но ладно, пусть Клауда решают. Так, ну а темпларочка ДМН купила. Пока еще непонятно, Дейдаллс это будет или МКБ. И один и другой айтем очень-очень жестко увеличит ДПС. Ну вот как раз на тему миссов нам на штат подсказывает, что у ондайнга Слор Крест не самый часто появляющийся артефакт, но вендрит с ним очень высокий. Вообще Слор Крест очень хороший артефакт за свои деньги. То есть это такая замена бутерфляя для вашего керри. Плюс есть возможность кинуть его на вражеского, там понизить арморы еще там на десяточку. Это дорогого стоит. Это сильная штука. Очень-очень-очень сильная вещь, да, нельзя ни в коем случае недооценивать. Леший, кстати, уже с Гастом, поэтому Леший насчет импларки не особо заморачивается. Так, прилетает сюда Эмбар Спирит, подрубает Мангуар, связывает Прозорчика, но тут он, да, сразу по другую луту. Ну, он что-то психанул немного, зомби. Да, и СФ с Сатаником довольный. Ну, СФ чисто запаковался на максимальные статы для себя. Блин, это ты там билд практически вот просто сперт у меня. Я, кстати, всегда так в пабликах играю на СФ. Вот серьезно, я тебе вот прям на полном серьезе посмотри, мы с тобой игры на СФ, и ты увидишь, что точь-точь, один в один. Такой у меня там тоже. У меня причем Саша Яши и этот, и Сильверейдж. Ну, блин, это жесть. Ну, типа такой статовый СФ, у которого очень-очень много ХП. Ну, сейчас посмотрим, как этот СФ будет работать, потому что урона пока, видим, у него тоже достаточно. Тут вроде бы артефактов на конкретно дэмэдж нет, но все понемножку его добавляет. То есть это и Сильверейдж там 22, и там 20-ка Сатаника, и еще там, сколько получается, 32 с Сашияши. Да, и по итогу у тебя что-то вроде есть, плюс твоя пассивочка тебе что-то дает, плюс ты как бы агильщик, у тебя в принципе с левелом там атак спид растет. Да, у нас что-то произошло за стенкой. Кажется, кажется, вилат родил. Да, интересно, кого там домой отправили. Не знаю, не знаю. Это на параллельной трансляции, там должна быть инфа. Я, кстати, могу сейчас так и посмотреть. Все равно ничего на карте не происходит интересного. Да, и в ближайшее время вряд ли что-то произойдет, потому что команды друг друга очень боятся. Но если Клауда боятся по делу, то... А, не футбол сможет. А, футбол сможет? Угу. Понял. Борщик, это тоже хорошо. Так, ну падает Тауэр, пытался затянуть, да, зла, но ничего не вышло. Раздор, кстати, сшивой. Ну, противозный. На самом деле, в Луэте, Ньюбиянг, походу, тоже будут неплохи. Они уже понимают, что придется игру затянуть и будет... Гонка идет уже гонка вооружений, и, соответственно, сами упаковываются вполне неплохо. Вот, Солы Хвест, Ван, Дайнгс, Глимер Кейпом, Гост себе взял... Гост взял себе лишь рачок, вполне-вполне себе уже неплохо, там, более-менее какие-то айтемы у него есть. Разорд, да, Шива, БКБ, все, что надо, у него тоже имеется. Вместе с Тамбой, ну, Шива плюс Тамба, это дикое замедление, Курьера тут у нас убивают. МСС забрал Курьера и свалил. Да, причем получилось у него уйти, там, в миде пытались забрать Эмбер Спирита через Эхослайм, Тотем и Фиссуру, тоже не хватило дэмэджа. Ну, Эмбер по-прежнему, мы видим, не слишком... Ну, вот и Скади, кстати. Да, Скади, Скади, ну, ладно, окей. Все, теперь нужен урон. Скади, как бы, это хорошо. Я думаю, что Джеки мало одобрит. Не, ну, сейчас еще Тарасочку возьму, но... Сатаник, Тараска. А прикинь, Сатаник врубает, Фистами прокатывается и реально фулл ХП. Прикольно. Да, сработает еще какой-нибудь баг, и он за каждый вот этот хиткоинт, который, ну, типа, отжирается в стопас. Да, еще и плюс будет тебе. Плюсом ходит, 10 тысяч ХП. Как зомби, только... Прошел. Да, и здоровей должен становиться, чтобы как зомбарик, да, дикий хренак. Не, знаешь, учитывая то, что это реборн, я не удивлюсь, если нечто подобное произойдет. То есть он просто там свистов поломает доту, у всех крашнется. Так, что у нас у Табларки? Табларки МКБ, да, я смотрю, есть, 2000 есть. Табларка очень опасная. Если ее не поймать, а поймать ее тяжело тем контролем, который есть у Нюби, то будут проблемы серьезные вообще у всех без исключения. И желанием ее, в принципе, ловить. Потому что пока один раз напали на Эмбер Спирита, ничего не получилось. И теперь, я думаю, в ближайшее время вообще никого ловить не будут. Но нормально, нормально, нормально. Не, ну вот то, что игра затягивается, как по мне, то целиком полностью на руку Cloud9 и Нюби Янг. Вот эта приставка Янг, она как раз... Они даже вот рядом, друг с другом формят нормально все. Так вот, я же говорю, то есть команда Янг молодая. И видно, что неопытные еще ребята не знают, когда они могут прессовать. Потому что когда у них там было условных, я не знаю, там 4000 преимущества на 16-й минуте, и когда у них сейчас 3500 на 38-й, это понятно, что совсем разные вещи. Сейчас это даже преимуществом нельзя назвать, буквально один маломасский размер. Маки на Рошана. Правда, втроем. Суицидальная вылазка. Кстати, вот зомби не кидает Солар Крест на Рошана. В итоге Рошана бы уже давным-давно убили, если бы не этот зомби... Зомби подрубает Итун, сразу же прожимается голос, врывается наш мистер Старвидел Абазис, получит парад Эйкзо, и здесь выбирает разборчик, получается лубить Сускар, получается лубить Нистоссатина, вот БКБшка, и тут гонят еще и Тазл, Дазл 100% погибает, Шекер занял позицию, ему даже врываться не придется, ради что поймать какую-нибудь Темпларку, но в это время Эмбер пушит топ, Темпларка убежала, ну и вот он бонус такой подъехал к Рошану. Неужели даже после этого они не пойдут? Но если они даже сейчас не пойдут, то я уже готов вспоминать игру LGD против ДК с позапрошлого Инта, так, ну вот, опять же, видим, Эмбер, он вообще ничего не боится, то есть он не боится, что его поймают, в принципе. Соскади и правда, его в прошлый раз не смогли даже через проказ Шекера, да, убить, я так думаю, там еще кто-то бил, вряд ли был этот Шекер, понятное дело, что Эмбер уже ничего не боится. Тем более у него еще 17 стиков. Так, вниз прилетел. Бам-бам-бам. Ну, Кристалис есть, надо Дейтдаус брать, я думаю, у него, наверное, в Курьере уже что-то нет, пока еще ничего в Курьере нет. Но все равно достаточно быстро уже фармит. 18 тысяч на Творца, близится к 18, Темпларка двадцаточку имеет, два корт-персонажа, в принципе, живы, а вот эти три персонажа, которые сейчас сдохли, ну, они, ну, типа... Биомусор? Да, ну, можно так сказать. Они нужны только на дефе хайграунда, потому что без них будет тяжело. Как бы то ни было. Конечно, если бы у них были какие-то шмотки, было бы покруче. Ну, вот есть даггер, врывается, нюкс, дает стан. Если даст стан хороший, то это будет суперкруто. Ну, вот, например, этого мистера могли бы вырезать, но он нафиг просто никому не сдался его вырезать. Да, у него там 130 атаки, то есть вышку он вообще почти не пробивает, и количество вот таких заходов разор, и не знаю, что... Да, и он с Саегисом еще просто. Он с Саегисом, он в Аганим выходит. Вот с Аганимом он уже будет опасный. То есть он просто нажал там пару кнопок, просто побегал вокруг вышки. Да, после Аганима рефрешер, и там ГГВП Ланая. И правда. Потому что Ланая подходит, ее там... Ну, ее... вот Тесла вышка, это она ее просто искупелит. Да, вот на Разор опять заходит на ХГ. Ну, мы видим, что вышку он пробивает там по 20. Очень мало. Кстати, СФ сейчас может умереть. СФ просто сейчас может умереть. Нет, Сыр. У него еще и сатаничек есть. Так, у нас тут на Шаджа. Да, демо же, конечно, не хватает, чтобы отискоса сбывать. ШЕКЕР! Хорошо, он ворвался в двух персонажей. Одного получается убить. Байбэк это табло. Сулсхард и отстрактка сдает проказ Шекера, которая уже, в принципе, все потратила. Сев под Титаником отжирается. Темпларочка порвали. Темпларочка, походу, без байбэка. Нет, с байбэком. Темпларка возвращается обратно. Ты Ширчок. Ну, мы уже потеряли. Вообще Эмбер не должен сейчас отпускать. И надо, да. Тут надо одним убегать, другим догонять. Сейчас Эмбер Спирит по крипам прыгает с фистами. И Темпларка хочет идти. Она байбэкнулась. Она очень хочет. И еще надо как-то что-то. Оно говорит, погоди. Ну, кого-то щелкнуть она, в принципе, может. По-прежнему очень мало контроля у Ньюби. Да, и не пошли все-таки. Ну вот, сторону забрали. Хорошо. Не целиком, правда, только с базарма магов, как она называется. Только ее получилось снести. Но, в принципе, неплохо. Могло быть и хуже намного. Но и по деньгам вырвался Шадоу Хинт очень сильно. Посмотри, вот только недавно, буквально минут 7 назад, все 4 керри были вровень. Разница между ними была в районе Косаря. Сейчас СФ уже на 5000. Кстати, СФ видел, что там у Темпларки МКБ. Ему, походу, вообще плевать. Сделал, сделал свой Баттерфлей. МКБ появился в Темпларке явно раньше, чем Баттерфлей у СФ. Но ему пофиг. Ему тупо пофиг. Он забирает свои Пауэр-3ды. Продавать пока их не хочет. И ему норм. Ну, кстати, вот по методике этого убийства Лужкой, например, верхний Тауэр, Тир-3 у Ньюби, имеет всего 500 здоровья. То есть его тоже скоро могут поломать. Внизу тоже вышка Тир-2 Косаря, но у него тоже 500 хп. То есть если там как-то получится малость отвлечь внимание, и окажется какая-то Темпларка под вышкой, она ее очень быстро заберет. Да, у Темпларки лютый ДПС. У Темпларки одна огромная проблема, то что она прыгает на противника и оказывается в вязком болоте, из которого выбраться очень тяжело. Вот если бы Тамбу как-то была бы возможность сломать, это было бы супер. Но некому, просто некому реально эту Тамбу ломать. Темпларка, если будет бить Тамбу, все это ГГВП. Конечно, она не будет никакого ДПС выдавать, поэтому, естественно, не стоит Браксу тратить время на снесение этого Томстоуна. Так, пошел у нас Смоук, и вот такую интересную траекторию он нарисовал. Только что 14.37, причем нарисовал правильно. На этой траектории оказалось там два героя, могли их, в принципе, только подловить. Но сейчас они уходят. Там в миде очень много крипов, будет совсем палево, если никто не придет часы их отбивать. Да, не совсем удобно, конечно, прожали. Но Эмберспирид ходит дефать. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну-ка, нормальненько он так... Беспалево, беспалево, беспалево. Все нормально. Ну, в любом случае, они бегут не туда. Всем не туда. Фондайанк еще Владмир взял для эсэфа. Это вообще дичайший подхил у него. И так сатаника там идет очень много. Тяжело, тяжело. Очень жирные. Нюби оделись вот в таких персонажей, с такими айтемами бегают, что эсэф, казалось бы, он обычно более такой уязвимый персонаж. Но сейчас его пробить. Притом у него и демеджа. То есть такая тонкая грань, где у тебя и ДПС, и живучесть имеют очень высокие показатели. О, а вот это уже практически рип Эмбер Спирит, потому что у него БКБ нет. Темпларка, конечно, с БКБ, но там, хотя 8 секунд еще нормально, она успеет там помансить малость. Если она только будет ожидать этот хекс. Нюби Янг сейчас очень сильный. У них и Аганим, там, у них и Раззор очень жесткий. Он просто поднимается на хайграунд SF, Центриакон, его, естественно, видели. Ну и зажали, кстати, Раззору, еще не кисло. У них что не капнул-то? Ну, стесняшка. У Клоудов, по сути, только два персонажа, которые что-то могут. У Нюби все персонажи могут. Вот все, ни одного вот нет, который там был бы реально слабенький. Шейкер, лютый дизейблер. Раззор очень жестко оделся по шмоткам, поэтому он также крайне опасен. SF жирный и очень много ДПСит. Ну и там у нас этот Агутник залез, капнул, скоропассировал, но не слишком сильно. Томбларка нападает. Сразу же Шейкер подрубает гост. Томбларка получает по спине от SF. Ну все, просто умирает Томблар Ассасин. Эмбера прирукает. Эмбера тоже убивают. Томбларка ловит еще и сам. Сгорает у нас фракт. И это будет Г. Г, скорее всего. Замечательный под контроль от Ньюби Янг. Минус Мид теперь уже целиком и полностью. Но и надо уходить на другую линию. Доедал сделал себе Эмбер Спирит и молится на то, чтобы сейчас запылились. Да, если Ньюби встанут вместе и Эмбер Спирит по ним прокатится и там пропьет на Крит, пока не пропирает. Ну, один он дал по зомбаку, но зомбак как раз фловый был, поэтому ему по барабану. Бам-бам-бам. Еще чуть-чуть. Ну да, 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 у Эмбера пока есть возможность подбрить кого-нибудь. Типа Лешака, поэтому Лешу и далековато находится. Он может сейчас просто пойти и опять на него обсу кинуть. Вот, например, как это сейчас было сделано. Ирицу под Грейвом, но он больше не хрестов. Все равно дать не успеет, уходит под фонтан ДТСФ. Прогоняется через Дазли. Выживает. Но надо забирать в сторону и возможно просто отойти. Да, тут все настолько хорошо, что даже, мне кажется, можно и не отходить, но они, судя по всему, отойдут. Здесь не казм. Да, да, торопиться некуда. Ребята на Ньюби, они столько терпели. Там сейчас... Вот этот потрясающий телепорт. Этот разворчик-то. Жук копает обоих. Также шарды по двоим раз... Ой-ой-ой, опять Эмбер. Опять Эмбер. Опять попадает под раздачу. Опять в нем Грейв. Опять он хрюкает. Опять у него... Теперь в этот раз нет возможности улететь. И он погибает. И он не был после байбэка. Да, ну и остается только СВГ, который ушел с блинка. У СФ просто педали крутит. Ты посмотри, какой он быстрый. Под Баттерфлейн, да, 522 мопспида. Шардами откидывает. И заблочил. Слишком жирный Шадоу Финд. Не протиснулся. Сычок. Валлайна упала. Очень много всего вытресли из своего противника Ньюби Янг. Они уже в этом... В этой карте в шаге от победы буквально осталось чуть-чуть Тараска. Та же не рефреш, а Тараска. Тараска. Ты посмотри на этого монстра. 3 600 хп у Розора. Как его вообще можно убить героями команды Клоуд Найн? 32 единицы брони. Его и так убить было нереально. Я думаю, он зря купил эту Тараску. Она ему реально нифига не нужна. Обисал будет у Шадоу Финда. У него есть Башер и 3 800. Да, можно. Почему бы нет? Изи. Изи обисал. Разворчику реально рефрешер был. И все. И просто заходит такой дядя, нажимает 2 ульты. Ну как 2. Можно вначале 1 нажать, там Шивку прожать, все БКБ прожать, потом уже рефрешер пикнуть и еще 1 ультва. Там уже либо БКБ, либо Шиву, как уже хочет. Короче говоря, можно было бы поинтереснее придумать, но он решил одеться в плотность, взять себе Тараска. 3 700 хп. Да, все круто. Он сейчас просто на ноге зайдет, скажет, бейте меня. Семеро. Семеро. И ему будет реально пофиг. Даже если бы у Семеро будут избивать. Не думаю, что там у Темпларки или еще у кого-то есть шанс убить этого Разора. Кримсон Гвард, это уже какое-то вообще извращение. Не, ну, а что он еще может себе купить? У него же все есть на суппорт. У него есть Глиммер Кейп, у него есть Владмир, у него есть Солар Крест. То есть он может купить себе какой-то Форста Фьюл, ну, типа, о чем Кримсон Гвард хуже? Ну, все будут чуть более живучи. Как бы, окей. Кстати, нападение сейчас планируется. Эмбер, но христы только по одному. Шарды закрывают, кстати, Зномбию хорошо нападают на Лиа. Лиа погибает, он все проскантовывается. Брак, ай, ну, ничего не сделает в Темпларке. ну, Темпларка пока грейский фис пытается, конечно, раздамаживать, и, в принципе, не так и плохо раздамаживал, но это под Сатаником восстанавливается. Моментально Эмберсфирит уходит просто на какой-то копеечки хп, 80 хп, его тут зомбарь практически добивает, но это, это, это конец, это, конечно же, конец тянут время. Там Жукс еще убегает. О, да. О, ай, фисурка, это кончиком его достали, подходит СФ. Ой, 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 ой. За трещины серьезные. За трещины очень серьезные. Ну, и сразу стравелок. Ужмит. Прилетает что-то у Финт. Можно Курьера законтролить, принести себе Абисол. Там на байбек, правда, не хватит, если купит, но зачем ему этот байбек, по сути? Там 200 голды не хватает, то есть, может, сейчас вышку надо забрать. Но он один раз умер, и умер, наверное, в начале игры. Сейчас его вообще никто не в силах убить такими айтемами. Убить крайне тяжело СФ-чика. Вешается минус армор. Ну, казалось бы, да, очень неприятно, но у него столько этого армора, что пофиг. Двадцаткой меньше, двадцаткой больше. Эмберспирит сразу упрыкивает. Так, тут Азол сразу играет. На себя закинывает, да, и вот он уже Абисол. Ну, сейчас просто в голову Абисол втыкается, Ритсу, и Шадурфинт начинает его массировать. бам-бам-бам, а еще Танчик. Подцепить не удалось. Там даже, если бы удалось, что-то было бы мало. Короче говоря, это гудгейм, хотите или не хотите, сдаются все-таки клоуда, но на протяжении всей игры казалось, что в лейте клоуда будут жестче, но Нюбиянк ступит в другом. Да, Нюбиянк, они, несмотря на вот эту всю свою медлительность, они все равно оказались более проворные, нежели Клауд Найн. Клауд Найн пытались сплитить, даже порой казалось, что вот, сейчас они вернутся, боже, там просто какой-то трэш происходит с этими зомбаками, огромное количество только что и погибло. Так вот, Нюбиянк,